Три дня до выборов. Прозрачность, открытость и легитимность – основные посылы нынешней кампании. Обеспечивать ее на выборах будут общественные наблюдатели. Более двух тысяч человек для этих целей подготовлены в Чувашии. Этого больше, чем достаточно, чтобы охватить все избирательные участки региона. О подготовке к 18 марта рассказали на брифинге по вопросам работы Центра общественного мониторинга выборов. 1162 постоянно действующих и 15 избирательных участков в местах временного пребывания граждан будут работать в Чувашии 18 марта. На каждом из них будут присутствовать по два общественных наблюдателя. Кроме того, в случае необходимости те же наблюдатели в оперативном порядке смогут проконсультироваться у координаторов. В общественной палате в день выборов расположится их штаб. У нас будут работать мобильные группы из числа членов общественной палаты и членов штаба для того, чтобы быстро, оперативно принимать тельные решения, разбираться, если вдруг возникнут какие-то конфликтные ситуации на избирательных участках. Мобильные группы будут оперативно реагировать на поступающие жалобы, в том числе и с выездом на место. Для координации всех наблюдателей подготовлено 34 своеобразных бригадира. Из них 28 будут работать непосредственно с приоритетными комиссиями. Остальные 6 человек будут уже работать непосредственно с сопровождением, кто-то будет мониторировать сеть интернет на различные нарушения, на жалобы. Двое будут находиться именно на горячей линии. Мы понимаем, что будет очень много провокаций. Мы к ним готовы. Мы готовы точно дать ответ. Являлось там нарушение на участке. Было и не было нарушения. 62-35-88. Это номер телефона горячей линии в республике, по которому можно позвонить и задать любой интересующий вопрос касательно подготовки выборов и самого голосования. Звонки принимаются с 8 до 17, а 18 марта – круглосуточно. Наша главная задача, как говорится, осуществлять мониторинг, соблюдение законодательства на избирательных участках, соблюдение прав избирателей. В этой связи, конечно, следует отметить тот факт, что реализуя свое избирательное право, мы должны всегда помнить, что наши права не должны нарушать права иных лиц. Отрабатываем центральную избирательную комиссию. Необходимы моменты, которые могут возникнуть, чтобы могли с ними оперативно взаимодействовать в случае каких-то возникающих ситуаций на избирательных участках. То есть работа центра идет, как говорится, полным ходом. В свою очередь, конечно, я хотела бы также призвать наших избирателей воспользоваться своим правом, прийти на избирательные участки и изъявить свое право, предоставленное им законом. Сейчас тестируют видеокамеры и проверяют готовность избирательных участков к выборам. 18 марта каждый желающий сможет зайти на сайт нашвыбор2018.ру, найти интересующий его участок и преследить за ходом голосования на нем. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Денис Ноздрюхин, Республика.